Самый вкусный торт этой серии. Именно так главный народный кондитер России Ринат Акзамов оценил кулинарные способности юной космичанки Мариан Ромолдановой. В свои 16 лет она занимается любимым делом и умеет на нем зарабатывать. До участия в шоу Мариан уже изготавливала торты на заказ. Первый свой торт я приготовила в 14 лет. Маме на день рождения. И я поняла, что это дело мне нравится. Начала готовить все больше и больше. И в последующем я поняла, что хочу заниматься этим профессионально. Пошла на курсы, обучилась. И во время обучения мне мой преподаватель сказал, что пора делать на заказ, потому что у тебя очень хорошо получается. Несмотря на свой юный возраст, Мариан достаточно профессионально справляется с ведением небольшого бизнеса и сложностями, которые встречаются на ее пути. Она спокойно относится к замечаниям и критике в свой адрес. У меня не было такого, что торт не понравился полностью. Если я понимаю, что я как-то чуть с декором ошиблась, то я либо делаю скидку, либо переделываю. Но чтобы не было так, что я осталась перед заказчиком вином. Летом прошлого года Мариан решила испытать удачу и, послушав своих друзей, подала заявку на главное кондитерское шоу страны «Кондитер дети». По ее словам, она даже не думала, что пройдет отбор и станет участником. Но в ноябре 2023 года пришел ответ на заявку с приглашением на телешоу. Изначально я вообще скептически относилась к этому шоу и думала, что я никогда туда не пойду, не буду отпускаться до такого уровня, потому что для меня всегда казалось, что профессионал вот туда не пойдет. Потому что там, как мне казалось, может, до сих пор, конечно, не совсем по достоинству оценивают. Они же не могут определить по одному твоему торту все твое мастерство. Ну, может, именно этот торт у тебя как-то не получился. Как оказалось, все переживания Каспичанки были напрасны, и ее торт стал лучшим кондитерским изделием выпуска. Благодаря такому кулинарному успеху она получила фартук финалиста, после чего отправилась на прохождение следующего этапа, где ее ожидало испытания от Рената Акзамова. Ваш торт должен быть в виде ровного куба с декором в виде машины будущего. Машина должна парить в воздухе. С этим испытанием Мариан справилась лучше всех. Ее десерт по достоинству оценила не только профессиональное жюри, но и приглашенный гость – певица, актриса и тиктокер Юлия Гаврилина, которая восхищенно назвала ее торт «Идеальным». Упорный труд и талант сделали Мариан победительницей финала и участником суперфинала. Юная кондитерша делится, что такое испытание было для нее в новинку, из-за чего она и приложила все усилия. Но все равно нашлись недоброжелатели, которые нелестно отзывались о работах детей. Готовили мы на кухне два часа. И, кстати, вот за два часа, ну вы же сами понимаете, что хороший торт не приготовишь. Потому что дома я за два часа только бисквит делаю. Почему они получались не такие красивые, как мы принесли? Потому что за два часа на самом деле мало чего успеешь. И хейтеров было много, которые могли писать, что детям помогают родители дома, и поэтому они такие красивые торты приносят. А на кухне они показывают все свое мастерство, и на самом деле они ничего не умеют готовить. Мариан считает, что кулинарных успехов ей удалось достичь не только благодаря своему таланту, но и, безусловно, поддержкой родных. Родители финалистки признаются, что впервые услышав о приглашении, они немного переживали и не хотели отпускать. Но в итоге решили исполнить желание дочери. Мы, конечно, переживали, как все пройдет. Она у нас девочка такая нежная, ранимая, домашняя. И отец был против, он говорил, что нет, Мариаша, я видела это шоу, там эти торты летают по студии, они и в мусорке оказываются. Если вот так вот твой торт полетит, я не переживу или еще что-то. И как-то, ну раз она уже прошла, и уже и менеджеры стали со мной связаться. Отправляясь на шоу, мама Мариан Гульмира Ромалданова даже не подозревала, что дочь покажет такие результаты. Так как видела, с каким трудом участники готовились к конкурсу, и все их попытки были тщетны. Если о том, что она выиграет, вообще на самом деле не было. Ну, как бы цели не было, я не знаю, может быть мы какие-то не очень адекватные, чтобы у нас не было цели выиграть. Вышла девочка, и она мне, я говорю, ну кто выиграл? Она говорит, Мария. Я говорю, Мария, у нас две Маши участвовали. Я говорю, Мария, еще к этим мамам поворачивается, я говорю, ваши девочки выиграли. Другие мамы говорят, ваша девочка выиграла. Я говорю, да не может быть. Кроме того, колоссальную поддержку Мариан оказывали друзья, педагогический составка, списка гимназий номер 11 и ее директор Мурад Эдрисов. Вскоре после выигрыша дочери Гульмира Ромалданова очередной раз убедилась, что нужно верить в своих детей, в их таланты и поддерживать во всех начинаниях. Я сама педагог, и поэтому я за то, чтобы наши дети продвигали Дагестан только с положительной стороны, только радовали всех своими успехами. Хочу сказать именно родителям, чтобы они поддерживали своих детей, чтобы то желание, то увлечение, чем увлекаются дети, чтобы родители именно поддерживали. Поддерживали, участвовали, ездили, оставляли работу, как-то жертвовали каким-то своим личным временем, но уделяли внимание детям. Сейчас Мариан Ромалданова планирует начать подготовку к экзаменам, которые предстоят ей в следующем году. Ведь она хочет осуществить свою давнюю мечту – это поступить и окончить гастрономический университет в Красноярске, освоить эту профессию на высоком уровне и открыть свою кондитерскую.